Только не лети, понимаешь, чтобы шального ничего не было. Он бежит, вертушку кинь! Вот! С ноги с правой можно дать. Вот! Сильно хочешь его засадить? Поспокойней, тогда получится. Давай, спросим. Парень, можно от тебя? Хотел просто вопрос задать. Ты не знаешь, что случайно Альберто Томена? Всем привет, особенно тем, кто скучал. Это Александр Лютиков, и я тут наснимал видео на турнире промоушена Александра Шлеменко. О том, как Андрей Корешков впервые в жизни провел профессиональный бой в родном городе. Как бразильца наказали за удар во время приветствия. И как Александр Шлеменко останавливал прохожих на улицах Омска. Сейчас все покажу. Корешков, понятно, нужен был как имя для главного боя, чтобы заинтересовать матч-ТВ. И как человек, на которого пойдут зрители в Омске. Зрителей собралось много, тысячи, наверное, четыре. Билеты стоили от 500 до 3000 рублей. И что интересно, самые дорогие билеты закончились почти сразу. Люди, конечно, увидели досрочную победу Корешкова над бразильцем Леонардо Досилевой, который внезапно испытал острое желание полететь в Омск после того, как набил 9 побед подряд где-то в Бразилии на региональных турнирах. Ожидаемо, но сенсация тут не нужна была никому. Ни Корешкову, ни американской организации «Белотр», которая дала ему разрешение выступить в Омске. Он бежит, вертушку кинь! Вот! С ноги с правой можно дать. Вот! Сильно хочешь его засадить? Поспокойней, тогда получится. Только не лети, понимаешь, чтобы шального ничего не было. Крепкий бразилиц, да? Столько ударов пропустило. Молодец, молодец бразилиц тоже. Бразил крепкий, крепкий бразил. Молодец, 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 молодец. Все четко, ноги не отбил. Все отлично. Нет, хорошо сделал, но он крепкий. Ну что, зашел в партер, там его кончил. Все. Дальше что для Андрея? Как ты думаешь, когда он может выступить? Есть ли понимание развела? От визы будет зависеть. Сейчас нет визы. Нет визы, она кончилась 30 мая. В начале этого года Корешков подписал в Америке контракт, который сделал его одним из 10 самых высокооплачиваемых бойцов ММА в России. А в Омске он решил подраться вообще не спрашивая о деньгах, чем, кажется, сильно растрогал даже такого камня, как Шлеменко Александр Павлович. Дай Бог каждому такого ученика, как Андрей. Я знаю, я уверен в Андрея, потому что его не купишь ни за какие деньги. Когда я подошел к нему и сказал, Андрей, нужно выступить на СФСИ-4. Это мне надо, это надо нашему городу, это надо нашим пацанам. Понятно, что Андрею это не нужно. Мы можем найти ему более денежный бой, более кассовый бой. Но он сказал, я даже не думаю, пускай я проиграю в деньгах, но я сделаю для нашего города что-то полезное. И мне приятно, что у меня такой ученик, Андрей. Красава. Правда, что тебе в июне предлагала российская лига подраться у нее за большие деньги, но ты выбрал СФСИ? Конечно, да. Реальная история? Да, реальная история. Родной промоушен для меня только за радость выступать здесь. А там соперников кого-то предлагали или просто проинтересовало? Ну, просто у них был интерес, но я как бы без каких-либо раздумий выбрал подраться здесь. Из-за него, да? Человека, который... Моя желание. Правда ли, что российская лига предлагала им бой в июне или в июле за домашние деньги? Он обоих знает, это я знаю, она мне предлагала. Так он тоже знает, он сможет, кто знает. А, ну я вам это тоже сказал. Или они ему предложили в тигаря. Ну, объясни, вот, почему не надо идти туда и заработать деньги, а можно, надо выступать здесь за меньшее деньги? Да, потому что мы команда. Короче, мы делаем одно общее дело, поверь мне, по итогу будет все совершенно по-другому. В жизни, знаешь, как вот бывает. Тебе придется что-то потерпеть, потому что ты потом получаешь такое вознаграждение за это. Так же будет в жизни с Андреем. Ну, ты это имел в виду, когда говорил, что там не из-за денег, что не ведется на деньги, что вот он не пошел драться туда. Понимаешь, один идейный человек стоит миллиона. Тех, кто будут кидаться от одного к другому, кто больше заплачивает. Было бы удивительно, конечно, если бы на турнир, на котором Корешков не зарабатывает практически ничего, кроме уважения от своего тренера, ему привезли бы какого-то топового соперника. Но такие предложения звучали. Например, называлась кандидатура Альберта Туменова. Забавно, что полтора года назад Шлеменко сам предлагал Туменову бой с Корешковым. Тогда Альберт категорически отказался, и Корешкову пришлось бить бразильца на турнире Fight Nights в Сочи. А теперь Туменов, сидящий третий год без боев, уже согласен драться чуть ли не в Омске. Но Шлеменко и Корешков дают понять, что поезд ушел. Что ты думаешь о его словах, что тебе стоит подраться с Андреем Корешковым, ведь этот парень тоже в 77 килограмм выступает и тоже считается одним из сильнейших полосок небес в России? Ну, честно говоря, если бы мне был интересен Андрей Корешков, если бы мне было интересен с ним подраться, я бы бросил выгод ему, да, и не знаю, мне этот бой неинтересен. Как-то так. Ты знаешь, меня особо не задеяло, никак не обидело. Да, я заметил, что, скажем, та манера, в которой он говорил, она была немножко высокомерна, на мой взгляд. Ну, не знаю, с чем это связано, возможно, может мне показалось, или это у него просто такой стиль разговора, ну, свысока так немного. Ну, опять же, сказано было достаточно, и теперь, как сказать, ну, такой бумеранг вернулся обратно, и ситуация поменялась. Поменялась в корне, стала просто зеркальной. Сейчас Александр Шлеменко стал проводить свой турнир. Андрей Корешков, они говорили, что ищут ему очень интересного соперника, а в итоге это оказался опять какой-то иностранец, которого в России никто не знает. А тебе, кстати, не предлагали с Андреем выскочить? Если предложат, почему? Ну, с удовольствием сказать, что он подерусь. Я бы подрался с ним с удовольствием. Это два ударника, мы уже давно выступаем. Это был бы, да, действительно зрелищный поединок. На тот момент он в рейтинге даже выше меня был. У него был маленький простой, меньше, чем у меня. Он был на хорошей позиции в рейтинге, да, у него, то есть, было то, что я мог себе взять. Сейчас, получается, ситуация поменялась в корне. У него уже нету этого места, его, наверное, из рейтингов выкинули, потому что он не выступает, ну, очень продолжительное время. А я выступаю. Я не знаю, ну, обидится он на это, нет, но на данный момент я, наверное, более интересен всем промоутерам, чем он. Все говорят, а почему он дерется там не с Альбертом Туменовым? Кто говорит? Все в Омске, да, вот, все в Омске здесь говорят. Да, в Омске, вот, сейчас давай спросим. Парень, можно от тебя? Хотел просто вопрос задать. Ты не знаешь, случайно, Альберта Туменова? Нет. Знаешь, что это такое? Говорят, что все ждут боя против Андрея Корешкова, Альберта Туменова в Омске. А я что-то так вот думаю, ну, как он лежат. Ладно, спасибо. Сейчас еще спросим. У нас все это по специальной эксперименту. Да. Мы ищем человека, который знает. Ага. Может быть, он сам спорта? Можно его спросить. Вы случайно не знаете Альберта Туменова? Ну, честно, нет. Не знаю, да. Говорят, что все в Омске ждут его боя против Андрея Корешкова. Андрей Корешкова знаете? Корешкова знаю, да? Поэтому, ну, ладно, просто спасибо. У нас пока да, никто не знает. Мы идем на бой. Да? Спасибо, да, за поддержку. Ну, подожди. Давайте мы вас чуть... Это... Можем вам вопросик? Здравствуйте. Вы случайно не знаете... А, знаете Андрея Корешкова? А Альберта Туменова? Нет, Альберта не знаю. Говорят, в Омске все ждут боя Альберта Туменова против Андрея Корешкова. Журналисты нам федеральные говорят. Я что-то, знаешь, живу в Омске столько лет и думаю, по-моему, такого нет, да? Ну, я не слышал, в всяком случае. Корешкова, конечно, слышал бы и смотрел, а Альберта нет. Ну, спасибо за правдивый ответ. Кого еще спросить? Еще спросить? Знаешь, я думаю, сейчас в Омске Леонардо да Сильва знает намного больше, чем Альберта Туменова. Не в обиду Альберту Туменову, но это... Ну, я говорю как есть. Понимаешь, ну, вот сейчас такая вот ситуация. Кто и мне предлагает, чтобы я послушал журналистов и начал раскручивать у себя за свой счет в Омске Альберта Туменова? Для чего? Ну, извини, Альберт, но Омску как-то разницы нет в интересах, честно. Андрей Корешков им нужен, а кто-то другой, ну, вряд ли. То есть нет разницы вообще, кто это будет напротив Андрея? Нет. Андрей красавец, просто красавец. То есть он пожертвовал финансами. Он мне сказал, знаешь, ты для меня столько сделал, что я готов без всего тебя всегда поддержать. И пацанов наших поддержать. Я бы сказал, Андрей, нам нужен матч ТВ, нам нужна звезда. Тоже критиковали, какого бразильца вы привозите. Прошлый турнир, СФС-3, на нем дрался Александр Осетров против бразильца, даже не вспомню, как его зовут. Ну, не потому, что он неизвестный, а потому что просто, ну, я не помню его фамилию. Могу посмотреть. Возможно, Сильва. Да, и он после своего поражения дрался против Атлана Батаева без пяти минут. Претендент, он был на титул раньше в АСБ. И он проиграл ему, по-моему, за 17 секунд. Атлан Батаев проиграл. Да. Про тому бразильцу, которого вы привозили. Я сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что Атлан Батаев слабый или так далее. Все может быть. В реванше он может быть уничтожен, это у бразильца и все. Но я говорю к тому, что это непростые. Не вижу смысла раскручивать просто в пустоту наших пацанов. Ну, то есть, например, смотри, делать им какие-то фейковые рекорды. А зачем? Наш турнир, смотри, нужен для чего? Для того, чтобы подготовить ребят для подписания в какие-то серьезные промоушены. Несмотря на то, что турнир параллельно транслировался на федеральном канале, его здорово посмотрели и в ютубе на канале блогера Шлеменко. Просто для сравнения, за сутки трансляция набрала больше просмотров, чем собрал за полгода последний, показанный в ютубе, номерной турнир RCC. Как же ты хотел его ударить? Сильно хотел, ну. Так, чтобы он упал прям, да? Да, ну такое, блин, бывает. Видишь, опять же, дома. Дома все этого ждут. И я, в принципе, сам знаю, что мог это сделать более, скажем, результативно, да, но, наверное, из-за вот такого большого желания попасть по нему сильно, попасть по нему так, чтобы ему стало больно, но оно, наверное, подвело, потому что начинаешь заряжаться, не знаю, это видно становится, и, как правило, удары сильно не доходили. Но, опять же, не растерялся, в другой стезе нашел себя. И все. Знаешь, тяжело было настраиваться на этот бой, и вот у меня уже такое в карьере было, когда ты выходишь на бой, и у тебя нет вообще никакого чувства мандража, нет никакого волнения. Ты просто, знаешь, как-то, ну, вот ровная линия идет, и ты вот так же идешь. И мне это не нравится. Сегодня так было? И сегодня так было, и до этого вот в Сочи я дрался, так было. Пару раз на Белатере было, когда, скажем, не все хорошо кончалось, вот. И мне нравится, когда я волнуюсь, когда я переживаю. Тогда, ну, я не знаю, как это объяснить, настрой становится более такой четкий, яркий, и ты себя как-то аккумулируешь, не делаешь никаких лишних движений, суеты никакой нету, ты более собран. И вот в этом плане, знаешь, вот этого чувства сегодня, ну, к сожалению, не смог я в себе его пробудить. Опять же, вроде я подгорал, потому что дома дерусь, и все ждут, но в то же время я прекрасно понимаю, что я обязан его там разорвать или еще что-то сделать. И, блин, ну, никакого волнения не было вообще. И, ну, вот это мне не нравится. Короче, тебе в Америке проще драться, да? И, честно скажу, да, в Америке намного проще драться. И нету этого давления. Наоборот, знаешь, когда против тебя болеют, мне это даже больше нравится. Меньше часа до боя оставалось, ты еще в телефоне там что-то кому-то отвечал. А кто что тебе пишет? В телефоне я не отвечал. Я просто другу звонил, я баннер дома забыл. Да, и я ему дал ключи, он съездил, забрал ее, я просто контролировал, как там процесс идет. Вот этот баннер, с которым ты выходишь на бой? Да, да, да. Блин, собирался и что-то подзабыл. Вроде все взял, знаешь, проверял, проверял, а он из головы просто вылетел. Вот эта домашняя атмосфера, она в каком-то плане немножко меня расслабила. Ну, в такой, знаешь, зоне комфорта. И она немножко расслабляет. Но, тем не менее, как бы, ну, я нисколько не хочу там оправдываться. Да, бой как бой, но можно было лучше подраться, я понимаю. А кто же те, кого подсвечивал Корешков? Те, кого он протащил в трансляцию на всю Россию? Ну, буквально пара примеров. Дагестанец Руслан Чабанов, тренирующийся в Омске у Шлеменко, выиграл свой второй бой в ММА. Новосибирец Андрей Пуляев, по прозвищу, конечно же, Пуля, решил вопрос за 20 секунд. А вот омский тяжеловес Александр Подмарев внезапно проиграл раздельным решением судей. И очень расстроил своего тренера. У тебя один ученик проиграл решением судей, да? Удивился, что судей на твоем турнире могут туда отдать? Да нет, конечно. Ну, что, сам виноват, надо драться, понимаешь? Потому что стоял. Вот и, ну, что, нужно не стоять. Мы не привозим трупов, которые будут падать. Понимаешь, мы их не привозим. Наша задача, чтобы у нас были нормальные, жесткие пацаны. Ну, проиграл? Вернись. Отыграйся, стань сильнее, не тупи. Я сам проигрывал, черт. И, наконец, Александр Осетров, когда-то даравшийся за титул М1, быстро наказал бразильца за внезапный удар во время приветствия. А он тебя что, ударил вместо приветствия, да? Получается так. Он за это воплотился. Шел расслаблен, не напряжен еще. Только начал включать с собой, протягиваю руку. И сразу на рефлексе, то есть тайская коробочка, подставку сыграл и ответ сразу дал. Что дальше? Где будешь драться? Да мне без разницы. Как бы Александр Павлович занимается моей карьерой. Так что поговорим с ним, он объяснит мне, как будем дальше действовать. Из минусов, бои проходили на не самой удобной, довольно душной, но, по сути, единственной большой площадке в Омске. В футбольном манеже «Красная звезда», который известен тем, что там играет команда второй лиги, и что там недавно не смогла сыграть группа B2. Попробуйте, кстати, на этом видео разглядеть баннер, из-за которого так разнервничались музыканты. Он тут есть, но его почему-то не видно. Вероятно, со светом в SFC работают чуть более умело, чем в группе B2. Свой следующий турнир Шлеменко рассчитывает провести в конце сентября на новой 12-тысячной арене, которую сейчас достраивают в Омске. Шлеменко не исключает, что сам подерется на этом турнире. Бразильцы, готовьтесь. Меня зовут Александр Лютиков, подписывайтесь на мой канал в Ютубе. В июле он будет разморожен, а также на мой канал в Телеграме. Там мы обсуждаем сегодняшнее происшествие на турнире UFC. Андрей и моя цель – воспитывать идейных пацанов таких же, как и я. Понимаешь? И я очень счастлив, что у меня есть такой пацан, который проверился. Проверился вот этой простой идеей. Я понимаю, сейчас тут умники там налетят, которые сами живут, готовы как проститутки бегать от одного к другому, где крошки с барского стола падают. Но мы не такие, понимаешь? Мы суровые, простые парни. Как сказал Слава Василецкий, угрюмый, да, или как он там сказал? Ну, ни ки-ки-ха-ха. А ты сейчас улыбнись, что-то у тебя с улыбкой стало, да? У тебя сейчас такая улыбка, что тебе надо как раз больше улыбаться. Водичка SFC. Можешь улыбнуться? Да, Вадя, нет, нет, нет. Ты про зуб, да, отколол. А что случилось? Да вообще, блин, борол, я всегда без капель боролся. Причем не в голову, а в плечо как-то, в плечо. Бам, причем долбанул и отколол. Вообще не знаю, что это получилось. Не будешь ничего там вставлять до боя? Да, ну, причем тут боя, пойми, это невозможно сделать. То есть, ты будешь наращивать, он будет стачивать, он будет откалываться. Его либо сточить, поставить коронку, смысл. Больше ползуба есть, пусть остается. Ты переживал, что там мало народу придет? Конечно переживал. Зал был полный, мне это понравилось. Зал не предназначен, понимаешь, не предназначен для проведения таких турниров. И мы ждем арену, когда у нас появится арена, тогда все будет вообще круто. А арена будет вмещать? 12. Следующий в сентябрь, и там можешь подраться ты. 30. 30 сентября? Да, наверное. Это получается через месяц после Маги, а ты успеешь восстановиться там все? Мы не будем бегать вперед. Ну, до боя с Магой не будете объявлять? Я раньше дрался три боя за вечер. Может, как в старину сделаем гран-при три боя за вечер. Завтра проснешься и даже не поймешь. Блин, а что, в Омске дрался? Да, не, почему? Дома у себя проснешься? Нормально. Нет, ну, как сказать. В Омске приятно. Есть домашняя атмосфера, которая расслабляет тебя, но, тем не менее, это тоже хороший опыт. Дай бог, буду чаще здесь выступать. И как-то надо будет себя, скажем, больше мотивировать, больше тормошить, чтобы лучше включаться. Продолжение следует...